Популярные у туристов места редко обязаны своей славой какому-то конкретному человеку. А вот греческий остров Корфу может назвать имя. Английский писатель и натуралист Джеральд Даррелл жил на Корфу несколько лет перед Второй мировой войной. В середине 60-х он изложил свои детские воспоминания в книге «Моя семья и другие звери», ставшей мировым бестселлером. С тех пор имена Даррелла и Корфу стоят рядом, и жители острова очень благодарны знаменитому англичанину. Как говорилось в известной рекламе, и есть за что, повесть Даррелла привлекла на Корфу миллионы туристов и долларов. Но вот вопрос, не навредила ли слава острову? Не превратился ли он в открытку, за которой нет души? Мы приехали за ответами, и, конечно, нам нужен был экскурсовод. Ну, привет! Ну, привет! Наконец-то доехали! Знакомьтесь, Наталья Рува. Живет в Греции уже 20 лет, на Корфу 13. Она риэлтор. Продает недвижимость, а затем помогает клиентам освоиться на новом месте. Типичный день в поездках по острову бывает везде, и лучшего рассказчика нам не найти. Корфу. Скромное пятнышко посреди адриатического и ионического морей. За этой скромностью удивительная история, потрясающая природа. А еще, говорят, Корфу из тех мест, куда приехав раз, потом непременно возвращаешься. Коли так, для начала нам нужно где-то обосноваться. Мы отправились на поиски дома своей мечты. Творчество Даррела нам в помощь. Книга «Моя семья и другие звери» идеальная канва для нашего сюжета. И еще и потому, что Дарреловская семья в ней постоянно мигрировала по острову, переезжала с места на место. И мы решили сделать то же самое, но вот беда. Наташин внедорожник не особенно подходит для такой цели. Нам пришлось воспользоваться чем-то более солидным. У семьи Даррелов на Корфу был друг и шофер Спиро. Нашего зовут, если вы не успели прочесть, Сакис. Его джип то, что нужно на здешних неидеальных дорогах. Вот они. Зеленые холмы, оливковые рощи, каменистые тропы. Туристы, приехавшие исключительно к морю, конечно, в этих местах не живут. Они сюда даже не добираются. Но не скажешь, мол, тут не ступала нога человека. Ступала. Местная особенность – каждый кусочек земли имеет владельца. Кажется, это совсем ничейная территория, какие-то заросли. Но посмотрите, стена, явно сделанная не вчера и не позавчера, но это значит, что территория, за ней вот эти оливковые деревья кому-то принадлежат. Другое дело, что хозяин может сюда и не приезжать. Типичная история для Корфеотской глубинки. Вот, еще каких-то 500 метров, и мы приехали к настоящему шедевру с истории. Тоже заброшенному. Здесь снимался эпизод одного из сериала про Даррилов. И что это такое? Это маслобойня, маслобойня, где крестьяне привозили свои оливки и делали масло. Сколько лет этому дому? Я думаю, лет 200, не меньше. Ну, и понятно, сейчас он вообще никак не используется. Конечно, но этот дом выставлен на продажу, и его можно отреставрировать. Ну, то есть эта история скорее под реновацию, попробуй что-то из этого сделать, то есть тут нужна какая-то фантазия или жить самому. Отреставрировать звучит несколько идеалистически. Но не забывайте, мы имеем дело с риэлтором, который во всем старается найти прагматичный шанс. Хотя Корфу из кого угодно сделает романтика. Уж слишком впечатляющие картины вокруг. Вот еще буквально 10 минут на джипе Сакиса, «И мы в ином месте, и даже в иной эпохе». Лаконес, деревня на холмах у моря, где на единственной проезжей улице встречным машинам не разминутся. Спасают светофоры на въезде. А если сделать шаг в сторону, даже пешеходам будет тесно. На этих узких венецианских улочках кажется, что жизнь остановилась и ничего не изменилось за последние четыреста-пятьсот лет. И только серые камни смотрят тебе в спину. Быт деревни действительно тот же, что и столетия назад. Местные старики – неотъемлемая часть пейзажа. Маленькая кафешка с видом на залив – главная достопримечательность. А завораживает тут практически каждый дом. Ты говоришь, им лет по 250-300 минимум. Точно. И вот этот дом, в нем сейчас живут, а этот дом пустует. Совершенно верно. Это все была одна семья, которая строила один дом. И сейчас это просто разделенные отдельные объекты недвижимости. И ты говоришь, что вот эта желтая дверь принадлежит вот этому желтому дому, а не нуждающемуся в реставрации. Да-да-да. Одна большая семья делила вот эти куски и в то же время жила вместе. Лаконес – очень красивый и, кстати, не очень-то дорогой мир. Туристическая жизнь – она внизу, несколько сотен метров по прямой. На нее лучше смотреть сверху. А еще лучше взлететь. Взлететь над умопомрачительными панорамами. Палеокастрица, Агиос Георгиос, Агиос Стефанос. Выбирайте. А пока вы выбираете, мы удаляемся от побережья. Синие цвета остались позади, зеленые с нами. По пути западной на самую роскошную северо-восточную часть острова мы заехали в деревушку Дросато. Зачем? Разумеется, посмотреть еще один дом. И заодно окрестности. Жить на Корфу вовсе не означает жить на берегу. Эту мысль мы озвучим еще не раз. Уют ведь можно создать везде. А природа тут тоже хороша. Может, нет столь ярких акцентов. Но все равно красиво, даже учитывая туристическое «но». Ты уж извини, вид здесь, конечно, изумительный. Спора нет, но только это не вид на море. Как это? Вон, посмотри, вон там море и вон там горы Албании. Ты нашла, конечно, море. Ну, такое пятнышко. Ну, сколько тут? 15-20 минут езды, да, до него? 15 минут. Это максимальное время. Но если 15-20 минут езды до моря, это уже, значит, вариант не для тех, кто приезжает все равно неделю. Конечно. Это надо вот в таком доме жить, жить и жить. Это дом для переезда, для получения вида на жительство, для всей дружной семьи. Для мамы, для папы, для бабушки, для дедушки. Это дом для постоянного проживания. Ну, что-то подобное Даррелов вполне могло устроить. Я думаю, что да, если бы этот дом был построен в те времена, когда он приехал и искал дом, я думаю, что он бы его однозначно или купил, или арендовал. В их случае, арендовал скорее. В их случае, скорее, арендовал. Да. За семейство Даррелов не скажу, но если бы на Корфу переезжал я, а на совсем, почему нет? Расстояния невелики, а вот если жить у воды, возникает несколько проблем. Например, пропадает рабочий энтузиазм. Мы убедились в этом моментально, как только вернулись к морю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хорошо. Очень хорошо. Работать не хочется. Не хочется, но ведь надо. И мы снова полетели осматривать очередное жилище. Во времена, описанные Даррелом, а это, напомню, 30-е годы 20-го века, виды были не хуже нынешних. Но вот таких домов все-таки не существовало. Их возвел туристический спрос. Он же поднял цены. Сейчас люди с возможностями живут примерно так. То есть ты хочешь сказать, что каждый вот этот кирпичик – это ручная работа? Это не кирпичик, это каменная плита, которая выдолблена стамеской вручную. Каждый скол, каждая ямочка – это все сделано руками. Это же каторжный труд. Конечно. Корфу сегодня не то чтобы дорогой, но, думаю, вы понимаете финансовую подоплеку. Люди платят за виды, за цвета и, возможно, главное – за покой. Раз бухта, два бухта, живописные холмы – это северо-восточная часть острова Корфу. Виллы строятся здесь, и они имеют абсолютную полную приватность. Посмотрите, сверху они не видны. Мы спускаемся вниз, и только тогда обнаруживаем такие чудесные жемчужины – hidden gems. Hidden gem – спрятанные жемчужины. Никогда раньше не слышал такое определение. А ведь верно – смотришь сверху – красота, а хочется посмотреть детали – не выйдет. Для этого надо быть там, внизу. Что ж, с Наташей нет ничего невозможного, и буквально через три часа мы уже смотрим на богемную жизнь, как и положено простым смертным – снизу вверх. Вот они, те самые спрятанные жемчужины. Более того, среди них вот та одна, на которой мы были сегодня утром. Как вы уже догадались, мы в открытом море. У нас крутой катер, и получилось все, как хотели – посмотреть и подсмотреть. Вилла на холмах как на ладони, хоть и вдалеке. Кстати, и многие места на Корфу, связанные с Дарреллами, лучше рассматривать отсюда. И опять так получается, то, что не видно с суши, мы можем увидеть с воды. Для Корфу это абсолютная правда. Именно в этом доме снимался эпизод из знаменитого сериала про Даррелла. Ну, то есть, формально они здесь в этом месте не жили? То есть, в этой деревне жили, а в этом доме нет настоящей Дарреллы? Настоящей Дарреллы нет. Но по фильму они жили именно в этом месте. Это здание используется как красивая открытка, красивый сувенир нашего острова Корфу. Здесь проходят мероприятия, здесь проходят фотосъемки, фотосессии. Здесь люди женятся. То есть, на фоне этого здания люди хотят запечатлеть важные моменты своей жизни. Как видите, легенда дополняет истину. Поэтому мы просто должны напоследок показать еще одно Дарреловское место. Видимо, самое раскрученное. Еще пять минут на нашем катере. В этом доме жил старший брат Джеральда, Лоуренс, тоже знаменитый писатель. Сейчас на Белой вилле место обедов и ужинов. Люди приехали сюда вслед за Дарреллом. Это еще один ответ на вопрос, как повлияла его книга на быт и дух острова. Острова нетронутой природы, неземных красот и элитных ресторанов. Впрочем, пусть на наш вопрос ответит также истинная корфиотка. На корфу все те же оливковые и апельсиновые рощи, те же самые звери и бабочки, кузнечики, цикады, черепахи, ослики. Душа острова остается неизменной. Но Даррелл для Керкера значит очень многое. Его книга была написана с большой любовью и сейчас является бестселлером. Читая ее, люди знакомятся с корфу и его тайными уголками. Многие приезжают и для того, чтобы выбрать дом, о котором мечтал когда-то и Даррелл. Так что можно сказать, Даррелл – большой помощник в нашем бизнесе. Лично нас с Дарреллами вообще связывает многое. Съемочная группа сериала «Моя семья и другие звери» арендовала помещение в нашем офисе. Мы были свидетелями захватывающего творческого процесса. Многие из наших знакомых даже принимали участие в съемках. А когда фильм был готов, нас пригласили в Лондон на премьеру. Англичане сделали корфу заметной точкой на туристической карте, но уже в 20 веке. Ранее здесь были венецианцы, французы, русские. Впрочем, об истории поговорим в следующей серии. Пока мы по-прежнему плывем между берегами Корфу и Албании. Там, где посреди моря возвышается на скале этот маяк. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова